Привет! Высоко на горе у подножия Галилейского моря стоял прекрасный белокаменный город. Нет, камень там был черный на самом деле, базальт. Но жители этого города черный цвет не любили, поэтому покрывали все белой штукатуркой. Все. Сотни колонн с резными капителиями, стены дворцов и храмов, мощные городские стены с башнями. Все было белое. Даже красивейшие многоярусные фонтаны и купальни. Ах, какой красивый это был город! Но страшное землетрясение 749 года одним мощным толчком разрушило все это великолепие. Прекрасная когда-то Сусита. Давайте посмотрим, что осталось от былого великолепия. Сусита 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 был очень значимым городом. У них даже был свой монетный двор, и они печатали свою монету с изображением лошади. А почему лошадь? Сусита в переводе означает лошадь. На иврите Сус это лошадь. Почему лошадь? Я не знаю. Если у вас есть какие-то идеи, поделитесь. Сусита Ну, красивое название. Может быть, здесь выращивали лошадей? Но конюшен мы не видели. Одни церкви, очень много церквей. Просто колоссальное количество церквей. Из восьми нашли пять. Еще три не откопали. Сусита 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 был основан греками и селевкидами во II веке до н.э. как эллинистический город. Впоследствии он был завоеван иудейским царем Александром Янаем. А вот с приходом римлян в 63 году до н.э. начинается новый период в истории Суситы. Он входит в состав декаполиса – десяти городов, объединенных греко-римской культурой и организованных с применением самых передовых технологий того времени. На территории современного Израиля расположены два города из десяти – Скифополис и Сусита. О Скифополисе у меня есть отдельное видео. Рекомендую. Это невероятный город. А вот до самой красивой церкви Суситы мы не дошли, потому что она находится в относительно малодоступном месте посреди еще не раскопанных жилых кварталов, и мы об этом не знали. И эта церковь является свидетельством служения Иисуса в городах декаполиса. Именно поэтому Суситу назвали «балконом Иисуса». Самое удивительное в этой церкви – это ее мозаики с рисунками рыб, корзин с хлебами, этрогами и гранатами. Примечательно, что корзин с хлебами на мозаике ровно двенадцать. И велел народу возлечь на траву. И, взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. В Сусити существовали две системы водоснабжения. Главная система – это водовод. Вообще, уникальное с инженерной точки зрения сооружение. Город расположен на холме, возвышающемся на 350 метров над Галилейским морем. Как доставить сюда воду? Вот это – звенья водовода, работающего по системе обратного сифона, ну или как сообщающиеся сосуды. Источник воды расположен в 24 километрах от города. Это ручей Эль-Аль. Вторая система – это система каналов, собирающая дождевую воду в водосборник. А мы тем временем идем по главной улице города – Декоманус Максимус. Почти на всех камнях стоят метки. Так каменотесы отмечали свою работу и получали за нее деньги, в зависимости от количества камней. Декоманус Максимус. Видите, все эти колонны лежат в одном направлении. Это верный признак того, что было землетрясение, и вот ударной волной повалило всю эту красоту, разрушило всю эту красоту. Представляете, как это страшно было? Декоманус Максимус. Декоманус Максимус. Максимус. Декоманус Максимус. Бога. прекрасный трон да вот можно уже прям принимать подношения и пусть все танцуют вот это лучше всего развлечений хлеба и зрелищ да пусть принесут вино виноград сыр и все танцуют и будет всем счастье мы пришли в анфитеатр вернее то что от него осталось вообще интересно сусита богатый римский город пять церквей и не было обнаружено ни одной бани нонсенс римский город без бань это нереально но пока римских бань здесь обнаружено не было а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok